На выборах в единый день голосования 9 сентября в Рио губернатора Приморья Андрей Тарасенко, руководящий регионом с октября прошлого года, не смог набрать нужное число голосов. Во второй тур выборов вышли Тарасенко, получивший в первом туре 46,5%, и депутат законодательного собрания Приморья, кандидат от КПРФ Андрей Ищенко, набравший 26,6%. Во втором туре, по итогам подсчета 99% бюллетеней Андрей Тарасенко набрал 49,5% голосов против 48% у Андрея Ищенко. Стороны обвинили друг друга в подтасовках и фальсификациях и провели массовые акции протеста. В том, что выборы состоялись, нет никаких сомнений. То есть у нас нет никаких оснований считать, что они не состоялись. Насколько я знаю, до последнего момента не было особых ни жалоб, ни замечаний, даже когда были введены почти 98% бюллетеней. Ни у кого не было никаких сомнений. Выборы состоялись. Другое дело, признаем ли мы их результаты или не признаем. Или в целом, или по отдельным участкам накажем ли кого-то, или признаем ли кого-то победителем. Памфилова также уточнила, что итоги выборов должен подводить краевой избирком, но это не значит, что у ЦИК нет возможности повлиять на решение. По ее словам, после рассмотрения всех претензий, ЦИК даст комиссии Приморья свои рекомендации. В свою очередь, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что партия подготовила материалы для следственных органов и ЦИК в связи с ситуацией со вторым туром голосования на выборах главы Приморского края и призывает создать комиссию по расследованию ситуации. Мы требуем, чтобы президент, который является гарантом Конституции, срочно своим указом создал комиссию. В нее готовы войти депутаты всех фракций Госдумы, ЦИК. Мы подготовили материалы для расследования в Следственный комитет, в полицию и прокуратуру. Тем временем юристы КПРФ готовят документы для подачи новых жалоб по возможным нарушениям на выборах губернатора Приморья, сообщил кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. Он заявил, что его сторонники уже подали первые иски по голосованию на участках в Уссурийске и планируют подать еще. Коммунисты утверждают, что фальсификация имела место в находке в советском районе Владивостока и Артеме. Штаб в Рио губернатора Андрея Тарасенко также завершает подготовку жалоб в ЦИК по ходу второго тура выборов губернатора Приморья. Мы располагаем достоверной информацией, которой сейчас даем официальный ход о том, что порядка 40 миллионов рублей штаб кандидата КПРФ потратил на привод избирателей. Известно, что, как минимум, в Владивостоке куплено 13 тысяч человек, в находке 6 тысяч человек, в касании около 5 тысяч человек. Две территории до сих пор не представили в Краевую избирательную комиссию данные о голосовании во втором туре выборов губернатора Приморья. Это советский район Владивостока и находка. ЦИК взял таймаут до среды для изучения всех обращений по ситуации на выборах в Приморье, а Эла Памфилова пообещала направить специалистов для получения дополнительной информации по голосованию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль наблюдает за выборами в Приморье и призывает ориентироваться на заявление ЦИК. Избирком Приморья планирует подвести итоги выборов губернатора не позднее 22 сентября. Олег Завьялов, Ольга Зайцева, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом.